Вот такие вот дела. Коронавирус впервые передался от мерцветца, пишут в Таиланде. То есть врач, судебно-медицинский эксперт умер. Я так понимаю, производил вскрытие больных с коронавирусом, но зачем судмедэксперты? Медэксперты просто описались, такими вещами занимаются патологоанатомы, потому что судебно-медицинский эксперт вскрывает тогда, когда есть предположение, что это может быть криминальная смерть или непонятная какая-то смерть и так далее. А так это патологоанатомическое исследование. Ну, может быть, там как-то по-своему в Таиланде, я не могу сказать, но судмедэксперт заразился от покойника и умер. Ну, Базаров, да, то есть отцы и дети, помните, он там ножичком резанул случайно, когда тифозного вскрывал и алло, да. Вот, и в данном случае, ну, я даже не знаю, как это комментировать, если говорили, что даже экскременты могут вызвать этот коронавирус, то уж, наверное, покойник-то самый простой путь к заражению, если, не дай бог, там порезался или что-то. Ну, помню, когда СПИД только обнаружили, все метались, не знали, что делать, первое, что стали делать, это придумывать и закупать кольчужные перчатки для патологоанатомов и для судеб-медицинских экспертов. Ну, было такое дело, а я тут пишу, дед красава, и я поэтому что-то про деда сразу одновременно и читаю, и говорю, и в Беларуси число зараженных коронавирусом достигло 3728, пишут. Ну, вот, фотография, значит, из Минска, я так понимаю, это пятая больница. Вот так это выглядит, очередь скорой, скорых помощи. Это к вопросу о том, что Лукашенко заявил, что ни одного умершего нет и ни одного умершего не будет. Ну, совершенно какое-то, да, несерьезное заявление, абсолютно несерьезное, не знаю, как вообще такое можно сказать. Российские моряки в Стамбуле просили вернуть их домой. Кого они нужны, если по большому счету? То есть в Овино власть начнет кого-то возвращать по всему миру. Столько людей разбросано, они еще занимаются возвратом этих людей, там, посмотрите, там, в Таиланде и так далее. Прислали смс-ки, аэрофлот всех возвращал, прислали людям смс-ки, что будет самолет. Люди прибежали, а оказывается, зачем всем прислали смс-ки? Потому что было много пустых мест, а поэтому прислали всем, чтобы билеты, так сказать, они купили. Это не на халяву, это за деньги, и чтобы пустыми не лететь, на этом заработать. Естественно, всем мест не хватило. Там, наверное, половина разошлась домой. Тот, кто отрицает мировой заговор, тот или глупый, или на сатанинской стороне вакцинация их цель. О, как видите, сразу умного человека видно, блядь, сразу все расставил по своим местам. То есть человек, который раскрыл мировой заговор, говорит, вот есть мировой заговор, а и общение рептилоиды. А кто мировой заговор устроил? Хасиды есть вариант, рептилоиды есть вариант. Ты мне скажи, кто устроил этот мировой заговор? Вот тот другой, который верит в рептилоидов, да, он скажет, что ты глуп, потому что не веришь в рептилоиды, что мировой заговор устроили рептилоиды. А тот, который считает, что это сделали хасиды, он скажет, что ты глуп, потому что не веришь, что это сделали хасиды и прочее, и все будут глупыми. Так, наверное, давайте не будем глупыми, наверное, давайте включать мозги и смотреть, что происходит на самом деле. Заговор, когда есть два человека, то уже есть заговор, понимаешь? Есть ли мировой заговор? Конечно, какой-то мировой заговор есть, но в этом мировом заговоре не участвует весь мир, понимаешь? Этот мировой заговор, вот я сейчас с вами сижу, разговариваю, вот он мировой заговор. Мы с вами к чему готовимся? Мы готовимся к революции в России, не ждем, а готовимся и пытаемся ее сделать. Это не мировой заговор, конечно, мировой, о чем речь. Поэтому давайте не будем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова